На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Елена Волкова и коротко о главном в этом выпуске. Временные неудобства. Завтра остановка у бабушки Оли перестанет функционировать. Это связано с проведением капитального ремонта сетей теплоснабжения в 12 микрорайоне. Остальные маршрутные остановки не прекратят свою работу. До 22 июля ближайшая высадка и посадка пассажиров будет производиться вблизи центральной городской больницы и школы номер 9. Также стоит отметить, что остановка напротив, со стороны 16 микрорайона, будет работать в обычном режиме. Когда вернут остановку и появится ли здесь пешеходный переход? Напомним, еще в прошлом году в связи с реконструкцией набережной убрали три зебры по улице Нефтяников. На комиссии по безопасности жизнедеятельности решали вопрос, в каком месте вернуть переход у бабушки Оли, торгового центра Ксюша или у девятой школы. К чему пришли специалисты, узнала наша съемочная группа. Изначально предполагалось восстановить пешеходный переход у торгового центра Ксюша. Специалисты уже начали подготовку всех документов. Только вот в администрацию стали поступать жалобы от нефтьюганцев. Общество инвалидов, ветераны войны, труда и другие пожилые жители нуждаются в зебре у остановки 12 микрорайон. Сегодня они немощные. Им каждый шаг трудно перейти. Когда-то они не просили. Целый год они просят, приходят ходоками в администрацию, чтобы открыть вот этот переход. Что мы не можем ходить. Большинство членов комиссии поддержали нефтьюганца. Здесь можно многое говорить и зацепившись за букву закона, отказать всем и вся. И спокойно сидеть. Мы же исполняем. Нет, давайте все-таки вот здесь вот надо подойти именно разумно. То есть прислушиваться вот к этой категории граждан. Но согласно ГОСТу, на участке дороги в полкилометра зебры должны располагаться на расстоянии минимум 150 метров друг от друга. Тогда как от бабушки Оли до ближайшего перекрестка всего 107. Установить пешеход здесь значит нарушить закон. Но отходить от норм и стандартов, которые придуманы не нами, так как мы органы исполнительной власти, но не законодательные, мы не можем. Чтобы не принимать поспешных решений, члены комиссии решили в кратчайшие сроки продумать другие варианты. Скорее всего, зебру у бабушки Оли все-таки оставят. Правда, чтобы не нарушать закон, ее придется перенести метров на 30 дальше. Кристина Кущерова, Евгений Трефилов, Денис Ячменев, телерадиокомпания «Юганск». Не платишь, не пользуйся. 85 нефтьюганцев оказались в черных списках управляющей компании. Злостные неплательщики накопили крупный долг за коммунальные услуги – порядка 4 миллионов рублей. Все эти должники – жители центральных микрорайонов города, дома которых обслуживает ЖУ-3. Таким образом, 58 семей остались без коммунальных услуг. 22 человека погасили имеющуюся задолженность частично или полностью до отключения. Остальные жители внесли деньги сразу после ограничения услуг. Такие жесткие меры позволили сократить имеющуюся задолженность населения за ЖКУ почти на полтора миллиона рублей. Отметим, если вы накопили крупную сумму и управляющая компания направила вам претензию, для оплаты долга есть 20 дней. Если за это время житель не предпринял какие-либо меры, то ему поступают уведомления с указанием даты планируемого ограничения. После того, как собственники полностью рассчитаются или оформят рассрочку платежа, оказание услуг возобновляется. Всем, кто родился на территории Югры за последнюю четверть века, правительство Хантамансийского автономного округа выплатит единовременную поддержку. В размере 5000 рублей деньги смогут получить жители региона, родившиеся в период с 1 января 1993 по 1 января 2017 года. Об этом сегодня сообщила глава региона Наталья Комарова. Такой подарок – не случайность. Получить его наши земляки смогут уже в следующем, в 2018 году. Выплаты будут приурочены к началу объявленного президентом России десятилетия детства, 25-летию Конституции страны и 825-летию первого упоминания о Югре в русских исторических летописях. В 2018 юбилейном году, в первый год десятилетия детства Российской Федерации, единовременно выплатить по 5000 рублей тем, кто родился в Югре в последний четверть века, начиная с 1993 года, когда регионы, в том числе наш автономный округ с принятием Конституции, были провозглашены самостоятельными субъектами Российской Федерации. По предварительным оценкам, получателями такой поддержки станут более полумиллиона семей и молодых людей. Размер единовременной выплаты составит 5000 рублей. Данная поддержка, я считаю, носит хороший характер и поддержана, думаю, будет в том числе и жителями города Нефтьюганск. Возраст получателей, родившихся начиная с 1993 года, выбран не случайно. В 2018 исполняется ровно четверть века с принятия Конституции нашей страны, провозгласившей Югру самостоятельным равноправным субъектом Российской Федерации. Таким образом, подарок получит целое поколение югорчан, родившихся в период новейшей истории нашей страны. Это очень хороший подарок. Тем более, такие знаменательные даты, которые будут в следующем году и тем более десятилетия детства. И вообще детям у нас относятся, особенно в округе, у нас для детей сделано абсолютно все необходимое для того, чтобы дети рождались, росли, развивались и оставались в нашем округе. Первыми единовременную выплату получат состоящие на учете в органах социальной защиты населения. По планам, выплаты для этой категории пройдут с 1 января по 1 марта 2018. Остальные смогут получить окружную поддержку в течение всего года. Для этого необходимо будет подать заявление через единый портал госуслуги. Очень правильное и верное решение и в президента страны, и в правительство. Я уверен, что и администрация города, и депутатский корпус поддержат данные решения для наших молодых семей, рожденных в этот период детей. Финансовое обеспечение планируется осуществлять за счет средств бюджета автономного округа. На выплаты потратят более 2,5 миллиардов рублей. По своему охвату, это самая масштабная единовременная выплата за всю историю Югры. Елена Гайлиман, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». Четвертый цех сбора, подготовки и транспортировки газа отметил свой первый юбилей. Одному из уникальных производственных подразделений «Роснефтьюганскнефтегаза» исполнилось 10 лет. Далее репортаж наших коллег. Петр Балуев работает в ЦСП ТГ-4 с самого начала. Хотя его первая специальность, казалось бы, далека от нефтепрома. Закончив Выборгское авиационное училище, Петр Александрович долгие годы обслуживал вертолеты в качестве техника-механика. Навыки работы с авиатурбинами впоследствии пригодились. Ровно 10 лет назад бывший авиатор оказался на Приобском месторождении. Когда мы начали, приступили к работе, шли пусконаладочные работы. Уже как бы строители заканчивали последние штрихи окончательные. И уже начались пробы оборудования. Вот мы как раз первые, кто испытывали. ЦСП ТГ-4 цех по-настоящему уникальный. Во-первых, по своим масштабам производственной деятельности. Каждый третий кубометр попутного нефтяного газа подготавливается здесь, на левом берегу Приобского месторождения. Только в сутки на Южно-Балыкске газоперерабатывающий завод отправляется около 4 миллионов кубометров газа. Во-вторых, цех использует уникальное в своем роде оборудование. Уникальность их в том, что здесь не используются подшипники и маслосистемы. Здесь используются магнитные подвесы, то есть вал крутится в магнитном поле. Эти установки, они в очень большой производительности, поэтому и годовые цифры наши большие. То есть большой объем перекачиваемого газа. Задача Петра Балуева – контроль за технологическим режимом работы газоперерекачивающего агрегата. Что-то есть в моей работе от авиации, уверен Петр Александрович. Среди сложных механизмов он чувствует себя как дома. Коллеги говорят, технариум прирожденный. Машинист технологических компрессоров не спорит. Из ничего, из набора всех этих железок можно получить вращающуюся машину. Восстановить из сломанного работающие аппараты, механизмы и оборудование. Нефтяной попутный газ поступает в ЦСП ТГ-4 в основном с левого берега Приобского месторождения. В цехе он проходит очистку, осушку и сжатие до необходимого для дальнейшей транспортировки давления. Только после этого начинает путь в 168 километров по трубопроводу до потребителя. Процесс этот идет непрерывно днем и ночью уже 10 лет. В эти выходные активисты общественной организации «Право на жизнь» предлагают нефтеюганцам найти нового друга. Пушистого или короткошерстного, совсем маленького или уже вполне зрелого. Завтра состоится выставка раздачи бездомных кошек. Уже традиционно выставка пройдет в центре города на площадке, расположенной между кинотеатром «Юган» и спорткомплексом «Сибиряк». На раздаче будут представлено около 20 кошек. От маленьких котят до вполне зрелых пушистых красавиц, уже приученных к жизни в квартире. Каждый представленный питомец прошел осмотр ветеринара. Любую понравившуюся кошку можно будет забрать на месте абсолютно бесплатно. Выставка продлится с трех дня до семи часов вечера. На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас» в «Нефтеюганске» и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...